Добрый вечер на 12 канале новости в студии Дарья Шадрина и вот главное сегодня. Обновили антирекорд. Количество заразившихся коронавирусом в регионе продолжает увеличиваться. Болезнь преподносит новые сюрпризы. Каждый день в БСМП номер 2 поступает до 20 новых пациентов. Все места в ковидном госпитале переполнены. Свободных коек нет и в реанимации. Что сейчас происходит в красных зонах и как остановить распространение опасной инфекции. Школьная пора. В Омске стартовала подготовка к 1 сентября. Родители закупают канцелярию, рюкзаки и форму. Заранее начинают закупаться, чтобы можно было за две зарплаты забыть. Это приобрести все. Поскольку обойдутся сборы в школу и как можно сэкономить семейный бюджет. И экстремалы, влюбленные в небо. Сбылась мечта. Теперь я просто летаю. Профессиональный праздник отмечают парашютисты. Как подготовиться к своему первому прыжку. За июль коммунальные счета жителей региона подрастут. По окончании этого месяца МИЧИ получат квитанции с новыми тарифами. Плановое изменение произошло по нескольким категориям. Водоснабжение и водоотведение, газ, тепло и электроэнергия. В среднем рост коммуналки составит 5,5%. Как рассказали сегодня на пресс-конференции представители региональной энергетической комиссии, повышение в первую очередь связано с ростом цен на мазут и уголь. Что касается услуг по вывозу мусором, то с 1 июля плата для населения увеличится на 15 рублей. Для жителей города она составит 93,71 рубля с человека. Для села 102 рубля 62 копейки. Для сравнения, в Нижнем Тагиле рекоператор установил тариф 160 рублей для горожан и 194 для жителей частного сектора. В Екатеринбурге 127 и 156, а в соседней Тюменской области плата составит 146 и 125 рублей соответственно. Первое, что должен орган регулирования обеспечить, это привлечет баланс интересов между ресурсоснабжающей организацией и потребителем. Основные ценообразования во всех сферах регулирования предусматривают учет необходимой затраты организации. То есть это затраты фонда потрат и труда, сырье, материалы, электроэнергия, покупные ресурсы и прочее, прочее, прочее. Из чего складывается экономика любой организации. Добавлю, что повышение коммунальных тарифов не повлияет на порядок предоставления субсидий для МИЧ с низкими доходами. Это малоимущие, многодетные семьи, инвалиды, участники Великой Отечественной войны и ветераны труда. Всего около 40 льгутных категорий. По информации регионального Минтруда, только за первое полугодие такую поддержку в сумме около 2 миллиардов рублей получили почти 300 тысяч жителей Омской области. В Омской области очередной антирекорд по числу зараженных коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выявлен 371 новых случаев опасной инфекции. Таким образом, общее количество заболевших в регионе с начала пандемии близится к 60 тысячам человек. Семеро пациентов не справились с болезнью. Тем временем, прививочная кампания идет полным ходом. К ней подключились 422 тысячи мечей. Однако пока, как говорят врачи, этого количества недостаточно, чтобы обеспечить коллективный иммунитет. Это единственный способ облегчить работу медиков. За последний месяц нагрузка на них выросла в разы. Так, ковидный госпиталь в БСМП номер 2 переполнен. Все 180 мест, в том числе и в реанимации, заняты тяжелыми пациентами с серьезным поражением легких. Репортаж Никита Гайдаша. Каждая смена для врачей ковидного госпиталя начинается с масштабного обхода. Под круглосуточным наблюдением десятки палат. Это около 180 пациентов. Медики измеряют уровень кислорода, расспрашивают о самочувствии. Любое ухудшение может вызвать непоправимые последствия. Лечение все продолжаем. Завтра контроль КТ. Николай Тимофеев в палате интенсивной терапии уже 10 дней. В Омск его доставили из Законечниковской районной больницы. До этого мужчина в течение двух недель лечился дома, но безуспешно. Высокая температура, затрудненное дыхание и слабость буквально лишили его сна. Раньше, как говорит сельчанин, на здоровье никогда не жаловался и в стационары не попадал. Поэтому и вакцинацию в пандемию не воспринял всерьез. Как итог, 85% поражения легких. Спать не мог, ни ходить, ни сидеть, ни на стенке леса. Дышать нечем было. Мысли были привиться, но все, как эта русская овощ. Сегодня-завтра, сегодня-завтра. И вот не успел, а сейчас всем желаю привиться. Вот так попал в это дело. Не дай бог никому. И таких пациентов здесь большинство. Кто-то попросту не успел вовремя вакцинироваться, а кто-то откладывал визит в прививочный кабинет. Как и Сергей Гросу. В БСМП номер 2 мужчина попал вместе с супругой. Были какие-то моменты, друзья, знакомые, которые просто говорят, ну это бесполезно. Откладывал вот этот период, просто откладывал. Я не так ценю заботу врачей о себе, как о своих родных и близких. Вот мне больше важно здоровье родных и близких, чем свое здоровье. Соответственно, поэтому, так и стоит принимать, да? Обязательно. Каждый день в БСМП номер 2 поступает до 20 новых пациентов. Все места в ковидном госпитале переполнены. Свободных коек нет и в реанимации. Врачи уверены, что если бы амичи ответственно отнеслись к своему здоровью и вовремя поставили вакцину, то такой нагрузки у них бы сейчас не было. Между тем, врачи неустанно повторяют, что вакцина – единственный способ защитить себя и близких от тяжелых последствий болезни. Тем более, что сейчас инфекции подвержены и молодые. В палатах все больше пациентов в возрасте 30-40 лет. Легкие поражены на 80%. У многих есть и хронические заболевания, которые серьезно осложняют восстановление. Нагрузка выросла на весь медперсонал. Заболевание изменилось. В основном идет поражение легких. Поражение легких тяжелое. За каждым больным смотрим, каждому индивидуально подбираем дозы. Но сложно, психологически сложно, потому что это человеческие жизни, и ты за них отвечаешь. Все, кто выписывается, все говорят, почему я не привился раньше. Как можно будет привиться, будут прививаться. Потому что здесь уже каких-то размышлений по этому поводу нет. В красной зоне медики проводят по 12 часов. Столько длится одна смена. Врачи говорят, по-настоящему опасность коронавируса осознают лишь те пациенты, которые своими глазами видят, чего стоит персоналу больницы спасение человеческих жизней. Никита Гайдаш, Сергей Гаврилов, 12 канал. Добавлю, что на этой неделе в регионе завершается действие особого и масочного режимов. Их продление обсудят на заседании Оперштаба. Оно назначено на среду. Вероятнее всего, в повестку включат и вопросы о праздновании Дня города. Не откладывают на потом родители омских школьников. Начали активно готовиться к началу учебного года. Закупают форму, рюкзаки, канцелярию. Расходы пытаются распланировать. Собрать ребенка к 1 сентября удовольствие не из дешевых. По данным аналитиков, стоимость минимального школьного набора выросла на 13%. И теперь составляет почти 13 тысяч рублей. Чем сегодня удивляют покупатели школьные базары и сколько в Омске в этом году стоит корзина первоклассника, выясняла Анна Черных. Неоновые фломастеры, перламутровый пластилин, сверкающие краски. На пике популярности все, что блестит. Главный тренд сезона – так называемая эмоциональная канцелярия. Красочная, переливающаяся с необычным дизайном. Консультанты уверяют, такие товары поднимают детям настроение. И заставляют их с нетерпением ждать начала учебного года. Классические оттенки и любой рисунок ребенок может украсить блестками. То есть это все интересно, необычно, красочно. Пластилин, фломастеры, пеналы, дневники. То есть это все идет необычных оттенков, необычных рисунков. Детям нравится, родители в восторге, то, что дети хотят пройти с этим в школу. Не просто ручки и карандаши, карманные психологи. У канцелярских товаров теперь особая миссия – следить за эмоциональным состоянием учеников. В том числе помогать справляться со стрессом. Один из трендов этого сезона – канцелярия с поверхностью софт-тач. Это школьные принадлежности с прорезиненной поверхностью, приятные на ощупь. Его еще называют покрытием антистресс. Считается, что оно успокаивающе действует на школьников. А пока дети увлеченно рассматривают новинки, родители подсчитывают предстоящие расходы. Признаются, для семейного бюджета подготовка детей к школе – настоящее испытание. Заранее начинаем закупаться, чтобы можно было за две зарплаты приобрести все в школе. Потому что одноразово это по бюджету, конечно, сильно бьет. В этом году сколько запланировали на сбор детей в школу? Порядка по 30 тысяч на каждого. Продавцы отмечают – школьные товары дорожают каждый год. Так что с наступлением очередного сезона магазины ищут новых поставщиков, чтобы не шокировать родителей ценниками. И все же даже за минимальный школьный набор придется выложить немалую сумму. Особенно если ребенка ждет первый звонок. В этой корзине все, что нужно для ученика первого класса. Несколько тетрадей в клетку, линейку, дневник, цветная бумага, картон, пластилин, пенал, несколько ручек, карандаши – это все, что потребуется первокласснику для занятий на первое время. Не забыли, и про рюкзак взяли вот такой сразу с мешком для сменной обуви. Причем старались брать товары по средней стоимости, чтобы получить приемлемое соотношение цены и качества. Ну что ж, давайте посчитаем, в какую сумму нам обошлась такая корзина. Итак, эта корзина вместе с рюкзаком обошлась нам в 3100 рублей. Но на этом наши сборы не заканчиваются. Теперь нам нужно подобрать одежду и обувь для будущего первоклассника. Ну а здесь у нас минимальный комплект одежды и обуви. Школьная форма, спортивная, футболка, водолазка, рубашка, ремень и две пары обуви. Полуботинки и кроссовки. Все это обошлось нам в 10500 рублей. Итого в общей сложности мы потратили 13600 рублей. И это только минимум необходимого. Впрочем, в магазинах отмечают. Сэкономить на подготовке к новому учебному году можно. Первое, что нужно сделать, составить четкий список покупок, чтобы в разгаре предшкольной лихорадки не потерять голову. В первую очередь, все-таки нужно обращать внимание на приобретение количества предметов для школы. Потому что многие родители приобретают как можно больше блуз, как можно больше сорочки. Здесь, наверное, сэкономить лучше на количестве приобретенных предметов для школы. Уменьшить сумму в чеке можно и за счет недорогой канцелярии. А вот на одежде и обуви экономить не стоит. Специалисты советуют выбирать только натуральные материалы. Особое внимание нужно уделить и школьному ранцу. Желательно, чтобы он был с жесткой спинкой и весом не больше одного килограмма. Тогда поход в первый класс не станет для малыша непосильной ношей. А на Черных Андрей Кузьмин, 12 канал. Тем временем родители почти 250 тысяч омских школьников получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Это те, кто уже написал заявление на предоставление господдержки. Напомню, рассчитывать на нее могут родители детей от 6 до 18 лет, которые ходят или пойдут в школу в этом году. Или с 18 до 23 лет, если они по каким-то причинам продолжают осваивать школьную программу. Предполагается, что перечислять выплаты будут с 16 августа по 31 декабря. Однако, как отметили в пенсионном фонде, есть вероятность, что деньги поступят на счета и раньше. Этот вопрос сейчас обсуждается. В ведомстве продолжают принимать заявления от имечей. На выплату имеют право 310 тысяч детей. На 20% из них пока не поступало заявление. Сделать это можно до 1 ноября. И специалисты советуют внимательнее оформлять документы. Тогда деньги переведут быстрее. Если заполняются реквизиты банковского счета, желательно, чтобы они сразу были с первого раза заполнены правильно. Потому что, как только начнем формировать выплату, то выясняются обстоятельства, что человек забыл что-то, что-то скорректировать необходимо. И когда будет выплата осуществлена, будет возврат из банка. Что тоже затягивает время в получении денег. Поэтому очень важно все реквизиты в заявлении заполнить точно так, как они должны быть. На улице Омска вышли брендированные автобусы. Их украсили к предстоящему дню города. На протаг машин цифры. На зеленом фоне Омску, напомню, исполнится 305 лет. По-особенному теперь выглядит транспорт, работающий на маршрутах под номерами 12, 33 и 109. Напомню, что праздник в этом году пройдет под слоганом «305 лет развития и достижений». Основная тематика мероприятия – год науки и технологий в России. И смотрите далее в программе. Нарушили правила и поплатились за это жизнью. В Омске сразу несколько крупных аварий и подробностей ДТП. Экстремалы, влюбленные в небо. Сбылась мечта. Теперь я просто летаю. Профессиональный праздник отмечают парашютисты. Как подготовиться к своему первому прыжку. Пробуют силы в омском авангарде. В стан ястребов может вернуться хоккеист, который когда-то уже играл за нашу команду. О ком идет речь, расскажем в рубрике «Овервзгляд». Решил проскочить на красный и устроил ДТП. На аварию на Ленинградской площади сегодня спровоцировал водитель Датсуна. Все произошло ранним утром. Двигаясь по улице Ленина, мужчина решил проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Грантой. От удара иномарка перевернулась. В салоне находилась 10-летняя девочка. Ей потребовалась помощь врачей. Но в Крутинском районе последствия аварии оказались куда более серьезными. Погибло сразу несколько человек. На межпоселковой дороге «семерка» вылетела навстречу и протаранила УАЗ. Госпитализировать пришлось шестерых пассажиров, в том числе и детей. Виновник жуткого ДТП, а также 29-летняя женщина и 43-летний мужчина, ехавшие вместе с ним, скончались на месте. Позже в больнице умер и 71-летний водитель УАЗа. Как сообщили очевидцы аварии в соцсетях, в свой день рождения он ехал на базу отдыха, чтобы отметить праздник. Что касается владельца «Жигулей», по трассе его машина, по словам свидетелей, ехала со скоростью больше 100 км в час. Мужчина был без прав, лишился их завождения в нетрезвом виде, причем уже во второй раз. Однако, невзирая на это, вновь сел за руль. Они влюблены в небо. Сегодня в России отмечают День парашютиста. Это праздник для спортсменов, десантников, спасателей и даже космонавтов. Первый парашют был разработан еще в начале 20 века техником-самоучкой Глебом Котельниковым. Он хотел обезопасить пилотов. Долгое время изобретением пользовались только профессионалы. Сегодня же в свободный полет отправляются все больше любителей. Прыжки с самолетов, аэростатов и других летательных аппаратов исчисляются десятками тысяч. Так поступили на аэродроме Камышина. За свободным полетом экстремалов наблюдал Никита Смирнов. Это одна из финальных стадий укладки парашюта Д-1-5У. Чтобы соты при раскрытии парашюта... При раскрытии парашюта соты держат стропы. И они выходят в упорядоченном виде. И раскрытие парашюта происходит постепенно, а не рывком. Самая ответственная часть на сборах перед прыжками – укладка парашюта. Требует предельного внимания, ведь на кону жизнь спортсмена. Необходимо аккуратно смотать стропы, чтобы они не запутались в воздухе. Первая группа готова. Контрольная проверка экипировки и краткий инструктаж. Сильно не лепите арбалеты в масштабной цепи. Площадку не ходите в район. Если видите, что это запахнет, то попробуйте. Вот эту, казалось бы, простую конструкцию между собой парашютисты называют колдун. Она ярко-оранжевого цвета для того, чтобы с воздуха можно было определить направление ветра. Ну а это так называемая точка приземления. Спортсмены должны четко попасть в этот круг, десантируясь с высоты 3000 метров. Среди любителей экстремальных ощущений и женщины Юлия Кунша совершила уже 22 прыжка. В гонку за адреналином ветеран МВД отправилась сразу после выхода на пенсию и влюбилась в небо. У меня была голубая мечта такая, розового детства. Когда-то прыгну с парашютом. Но во время службы я этого не могла себе позволить. Ну а потом, когда ушла на пенсию, сбылась мечта. Теперь я просто летаю. Шагнуть в облака Евгению Толмачеву предложил приятель, мастер по парашютному спорту. Первый прыжок оказался неудачным. Мужчина повредил ногу. Но отказываться от экстремального увлечения не захотел. На земле его всегда встречает супруга. В опасном хобби, признается, это лучшая поддержка. Прыгнул один раз и мне очень понравилось. Не спрягались? Я боялся и очень много раз боялся. Ну и причем первый раз я прыгнул очень неудачно. Я подвернул лодыжку. Мне всегда волнительно, но я всегда спокойна, потому что здесь замечательные инструкторы, которые учат всех перворазников и все, кто не умеет прыгать, они достаточно внимательно и очень трепетно проходят к этим моментам. Поэтому за ребят, которые приходят сюда, в общем-то, волнение всегда есть, но знаю, что это всегда стабильно и всегда будет хорошо и спокойно. На аэродром Камышино пригласили юнормейцев из соседнего села. Они внимательно наблюдают за спортсменами. После каждого приземления шквал аплодисментов. Наверное, это любовь, так скажем. Ну, в смысле, у людей, которые прыгают, наверное, это привязанность, любовь, что-то такое. Ну, я думаю, после первого раза уже не страшно. Развиваться парашютный спорт начал еще в СССР. 26 июля 1930 года группа советских летчиков и механиков 11-й авиационной бригады Московского военного округа впервые совершила под Воронежем серию прыжков с самолетов. Сегодня же классические полеты уже превратились в искусство. Так увлекающиеся свуп-пондом пролетают над водной гладью и слегка касаются поверхности водоемов. Ну, а такой вид спорта, как фристайл, представляет из себя групповые выступления спортсменов. Экстремалы крутятся в воздухе, словно балерины. Никита Смирнов, Дмитрий Алдыгепченко, 12 канал. В Омск поступит очередная партия автобусов на газовом топливе. Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной Думы Александр Жуков. На экологичный транспорт из федерального бюджета дополнительно выделят 613,5 миллионов рублей по программе «Чистый воздух». Эти средства направят на обновление автопарка. Заменят машины, которые работают на дизеле и бензине. Ждается, что 43 новых автобуса поставят в регион до конца года. Отмечу, что средства для приобретения пассажирского транспорта на метане в 2021-м получат только 7 из 12 городов-участников программы. Омск вошел в их число. Ну, а первые 20 экологичных автобусов вышли на городские маршруты в январе. Они не только показали надежность и комфорт, но и оказались в три раза экономичнее дизельных и бензиновых машин. Показали стальной характер. Несколько тысяч мячей испытали себя на прочность на дистанциях экстремального забега. В поселке Крутогорка организаторы приготовили 4 уникальные полосы препятствий на 3, 5, 7 и 9 километров. Участникам пришлось проползать под колючей проволокой, подниматься на стену, карабкаться по горам и прыгать с трамплинов. Преодолевали мячи и грязевые траншеи, ныряли в ледяные ванны. Своих не бросали, а помогали пройти испытания. Залезть по канату было сложно, потому что он после сотни других участников стал скользким. И ты тратишь кучу сил, чтобы за него вцепиться и залезть по нему. Ну и плюс еще помогаешь другим участникам команды. А самым веселым, наверное, было грязевые ванночки. Некоторые из нас окунулись прям рыбкой в них, ушли с головой, так сказать, в все спортивное мероприятие. И финалочка, когда можно было с трамплина прыгнуть, окунуться в более-менее чистую водичку, просто офигенно. Это был стальной характер. 20-21, 7 километров серпантинов, грязевых ванн, подъемов и спусков стоили того, чтобы завивать вот такую медальку. Это было круто. Пробуют силы в омском авангарде. Двукаратный чемпион МХЛ, нападающий Павел Махановский, оттачивает мастерство владения клюшкой в подмосковной Балашихе. Здесь продолжается подготовка к старту сезона. Хоккеисты называют одним из лучших кулачных бойцов на льду. Подтверждают это многочисленные ролики в соцсетях. Однако сам Махановский утверждает, что драться не любит. Подробности у Андрея Блохина в рубрике «Овервзгляд». Привет всем, кто ценит шайбу. Говорят, что жизнь – это боль. Ерунда. Вот хоккей – это боль. Особенно летом на предсезонке у новичков авангарда после первых тренировок с Бобом Хартли, как правило, болят ноги. Так было с Сергеем Толчинским год назад. Так происходит сейчас с Павлом Махановским. Все потому, что тренировки особенные. Прорабатываются те группы мышц, которые обычно не задействуются другими наставниками. Тренируется резкость. Махановский всегда и везде на позитиве и на льду, и в интервью. Он улыбается, говоря о проблемах. И это нравится Бобу Хартли. Он вызвал улыбчивого Пашу на индивидуальную беседу уже после первых трех дней тренинг кемпа. Короче, что ты улыбаешься и все, мне это нравится. Говорит, что работай, старайся. Будем смотреть. У Павла Махановского в авангарде просмотровый контракт. Своим 27 годам он выиграл все, что можно в молодежной и высшей лигах. В КХЛ выступал за адмирал. Сейчас хочет вернуться в родную команду, за которую когда-то сыграл 28 матчей и запросил одну шайбу в официальной игре. Пусть это и была игра за кубок надежды. Да-да, он хочет вернуться в родную команду. Махановский вообще-то родом из Кузбасса, но давно уже переехал в Омск и живет здесь. Он нападающий силового плана и его сейчас пробуют в связке с такими же силовиками. На всех позициях смотрят, каждую тренировку меняют. Я был и слева, уже был в центре и справа. На последнего справа заканчивал. Интересное сочетание звеньев. Сначала Павла Махановского смотрели с Каблуковым и Косовым. А что сейчас? Кем он работает на тренировках? Последнюю Никитой Комарова. И Гима Ишевченко. Махановский мастер хоккейного кунг-фу или смешанных хоккейных единоборств. В интернете достаточно видео, подтверждающих это. Ну, начнем с того, что я не мастер. Это неправда. Я просто, ну, когда надо заступиться за партнера, за команду, мне приходится в силу своих габаритов заступаться. Ну, когда наглеют люди. Но так я не очень это люблю. Я от этого, короче, кайф не получаю. Это неотъемленная часть работы нашей. Надо подраться, значит, дерешься. Надо под шайбу лечь, значит, ложишься под шайбу. Вот банально, но верно. Добро должно быть с кулаками. Мы продолжаем следить за происходящим. Оверт взгляд продолжается. Далее прогноз погоды. Ну, а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграме, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Дать их можно и на сайте 12-й канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Натуральный вкус и только домашние рецепты. Продукция от холодушки станет отличным дополнением праздничного стола и перекусом в трудовые будни. В составе только мясо, специи и никакой химии. Удивит гостей и подача. Холодцы и заливные остывают в специально разработанной форме. Как готовят блюда и кто может выиграть миллион рублей за покупку, смотрите далее. За патентованной технологией упаковка и уникальный рецепт банкетных блюд. ООО «Продтехнологии» производитель холодца, заливного и других изысков тщательно следит за каждым этапом приготовления. Очисткой мяса, варкой, добавлением специй и охлаждением. Так покупатели точно получат товар высокого качества. Наше производство направлено на то, чтобы выпускать качественный продукт, вкусный и безопасный для нашего потребителя. В первую очередь на производство поступает сырье по ветеринарным и санитарным справкам, под ветеринарным контролем. Контроль всех этапов производства. Начиная от входного контроля и заканчивая уже выпуском готового продукта. На полках магазинов более 50 видов готовой продукции. Это мясные торты, холодцы, заливные из курицы, говядины или свинины. Выпускает холодушка и колбасные изделия. А чтобы вкус непременно заполнился, дополнить его можно насыщенным соусом. Готовые вторые блюда идеально подойдут на обед. Ну а за покупку продуктов торговой марки «Холодушка» можно выиграть миллион рублей и еще более 120 денежных призов. Стикеры располагаются на упаковке продукции. Стикеры необходимо вывязать с частью упаковки и приносить на праздник «Холодушки» 7 августа с 9 часов утра до 3 часов дня и регистрировать их там. 10 баллов равно один купон. Акция продлится до 7 августа. Разыграют призы в парке «30-летие» в ЛКСМ. Еще одним подарком для мечей станет пешеходный фонтан. Четырехметровые струи воды с помощью подсветки будут переливаться яркими красками. А вокруг атмосферу будет создавать звучащая музыка. Мед свежего урожая с лучших пасек страны в Омске. Новые виды полезного продукта в наш город привезли пчеловоды со всей России. На традиционной ярмарке меда мечом предлагают как лечебные сорта, так и десертные с добавлением свежих фруктов и ягод. Для всех покупателей действует акция. При покупке килограмма любого меда, килограмм цветочного в подарок. Подробности далее. Лучшие пчеловоды страны привезли в наш город десятки видов вкусного и полезного лакомства. Здесь каждый сможет найти продукт для себя. Помимо уже полюбившихся мечам традиционных сортов, липовый, цветочный и разнотравья, покупателям предлагают и мед с добавлением натуральных фруктов и ягод. Кроме того, на ярмарке множество видов целебного меда с добавлением пчелопродуктов. На ярмарке представлен большой инструмент меда свежего, который выкачали уже сейчас, то есть это майский мед и, конечно же, пчелопродукция. Из новинок хотелось бы рассказать о восковой моле. Это самый лучший мед против бронхолегочных заболеваний, особенно сейчас, в такие непростые времена. Это лучше всего поддерживает организм, иммунитет. Помимо большого выбора и выгодных цен, покупателя ждет и приятный сюрприз. В средней работы ярмарки действует акция. При покупке килограмма любого меда, килограмм цветочного в подарок. Попробовать и выбрать полезное лакомство свежего урожая мечи смогут сразу на двух площадках. Выставка продажи меда проводится с 26 июля по 3 августа. В торговом доме «Корона», основка ДК имени Баранова и ОДК имени Малунцева. И о погоде спонсора прогноза ИП Ефременко Роман Андреевич. Саратовское региональное отделение ООО «Российский национальный союз пчеловодов». Мед свежего урожая с лучших пасек страны. Завтра, 27 июля, в Омске области пасмурно. В городе ночью термометры покажут плюс 11-13. Днем воздух прогреется до плюс 18. В районах в ночные часы до плюс 8. Днем 15-19 градусов тепла. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Ярмарка меда в Омске с 12 июля по 8 августа. Ждем вас в торговом центре «Корона», остановка ДК имени Баранова и УДК имени Малунцева. Акция. При покупке одного килограмма меда, один килограмм цветочного меда в подарок. Таковы новости этого понедельника. Я благодарю вас за внимание и желаю хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин